Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Это какой-то новый вид протеста? Это желание изменить ситуацию к лучшему? Или это банально бандитские разборки за лакомый кусок? О лото-маркетах и нападениях на них будем говорить прямо сейчас. Владимир Букоч, глава общественной организации «Антикоррупционное движение Юга» у нас в гостях. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям, у нас открыты линии для голосования. Сегодня ваше мнение узнаем по следующему вопросу. Общественный транспорт в Одессе. Три варианта ответов. Представляет опасность для жизни. Находится в удовлетворительном состоянии. Предпочитаю не пользоваться. Ну и возвращаясь к нашей основной теме, давайте посмотрим информационный материал по лото-маркетам, который подготовили наши корреспонденты. Прошу вывести сюжет на экраны. В центре Одессы неизвестные разгромили три лото-маркета. Все три инцидента произошли в один вечер 28 мая. Хулиганы в масках врывались в помещения и горных заведений, применяли пиротехнику и разбивали оборудование. Полиция проводит по данному факту расследование. Производство открыто по статье хулиганства. Отмечу, что это вторая подобная акция за последнюю неделю. 26 мая группа неизвестных за вечер разгромила три казино на поселке Котовского. Хулиганы также были в масках. Врываясь в так называемые лото-маркеты, они забрасывали помещение дымовыми шашками, а затем бейсбольными битами крушили мебель и оборудование. Обстоятельства этих инцидентов также расследует полиция. Ни в первом, ни во втором случае задержанных нет. Напомню также, борьбой с лото-маркетами в Одессе за последние несколько лет занимались как активисты, так и депутаты горсовета. В некоторых случаях неизвестные даже поджигали заведения. Так, в ноябре прошлого года горел лото-маркет, расположенный в ТЦ Афина, куда бросили бутылку с зажигательной смесью. А в марте этого года пожар уничтожил оборудование в лото-маркете на Тираспольской площади. Однако, в конце концов, эти акции стали напоминать борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами. И нападки общественности на игорный бизнес в нашем городе в итоге сошли на нет. Владимир, прежде чем мы перейдем к активной фазе обсуждения, собственно, этой проблемы, без сомнения, очень важной для нашего общества, мы бы хотели услышать комментарии, собственно, полиции по этому поводу. У нас на связи Руслан Форостяк, советник главы ГУНП в Одесской области. Руслан, добрый вечер. Витаю вас. Спасибо за то, что присоединились к нашему разговору. И какую сейчас можно дать оценку этим действиям, которые были? Что мы наблюдали? Ну, действительно, прокатилася містом хвиля хулиганских действий, особенно розваживших закладов, игровых закладов, лотомаркет. За попередними данными, группа активистов від 6 до 10 осіб спланована и врывается до этих закладов, в действительности хулиганских действий, за фактом этих действий, хочу зауважить, что никто из этих властников до полиции не обратился. Сейчас, за фактом этих действий, в которых есть знаки хулиганских, потому что кидали димовые шашки, открыто криминальное проведение за знаками правопорушения, предназначено частиною 4 статт. 296 хулиганских действий. За попереднюю информацией, это активисты, которые обурюются незаконной деятельностью этих лотомаркетов у нас в городе, а эти заклады работают, используя лазики и шпари на законодательстве, и их действие, я сомневаюсь. Поэтому, используюсь нагодой, я хочу вернуться через засуды массовой информации до этих активистов и рекомендувать, и не издействовать их хулиганские действия стосовно этих закладов, а, соответственно, вернуться до Управления защитной экономики, которое обеспечивается этим вопросом, до прокуратуры региональной, а до органов, из силы самовырядувания, где есть соответствующие департаменты и управления, что регламентирует действие таких закладов. Поэтому, лучше бы они вернулись, если бы они обожают, что эти заклады действуют незаконно, до них. Руслан, ну активисты, к слову, активисты вместе с нашими журналистами, не единожды вызывая полицию, приходили в подобные заведения, когда приезжала полиция, находились активисты, журналисты, заведения закрывали, когда все уезжали, через два часа эти заведения снова работали. Я поясню, поясню, ці заклади, взагалі, головной управлением полиции в Одесский область со своими підрозділями, с обоим складом, не може, вповідно до останнього закону, втурчати свою господарскую діяльность субъектів господарювання. Але є, відповідно, Управление защитной экономики, це їхня кваліфікація і компетенція розслідувати і регламентувати деяльність подібних закладів. Це пряма їхня компетенція. І тому я рекомендую все-таки активистів, якщо вони обурені діяльності, чи вважаю, що ці перечислені органи виконавчої влади, які я вже назвав, бездіючі, відносяться халатно до своєї діяльності, хай звернуться до них, в першу чергу, а потім з'їжджають полянські дії. Але дійсно хочу підтвердити, ніхто з власників цих закладів не звертався до поліції. Це теж, кстати, знак определённый. Ми знаємо, які категорії людей обычно не обращаються в поліцію. Хочу ще зауважити, що ми пов'язуємо, правоохоронці пов'язують ці напади з останніми конфліктами в місті, коли активісти, в них виникла суперечка з однією приватною охоронною агенцією. І про це СМІ ці резервні події висвітували в місті. З деякими даними, саме ця охоронна агенція охороняє ці заклади ігрового характеру, де ніби є азартні ігри з затвердженнями активістів. І саме до діяльності цих закладів активістів виникла питання. Руслан, все-таки це були активісти. Я правильно вас понимаю? Потому що сьогодні у нас прозвучало мнение депутата городського совета Богдана Гиганова, що це просто були розборки між охоронними фірмами за сферою влияния. Це активісти, але попередня інформація не дає нам сумніватися обґрутовані підстави, що це були активісти з Жуковського, які були конкретно в конфлікті. Жуковського 36 має цінувати Раду громадської безпеки, які були центральними в цьому конфлікті, який облетів все місто. І ви розвитлює досить потужно має цінувати ці розвивачні події з однією з приватно-охоронною агенцією. І поки в нас немає підтвердження, що це самі ці активісти, але не думаємо, що це пов'язано з тим. Ваше точка зрення, учитывая ці всі факту, на те, що відбувається в місті? Ну, в першу чергу, я скажу, що я підтримую Руслана Фростяка. Почему? Потому що, наверное, народний бунт, якщо така ситуація відбувається. Я согласен, що дуже багато вопросів к роботи латомаркетів. Але в любому віде необхідно обращаться, щоб не було таких моментів. Тому? Потому що забегають люди, заходять люди. І я считаю, що це протиправовне дійсно, тому що дійсно громити, бити. Необходимо обращатися в національну поліцію, в Головне управління національну поліцію. Необходимо обращатися, як звучало, в отноші защіта економіки, да, управління защіта економіки. Для того, щоб дійсно і следити за тим, щоб дійсно розслідовування було, якщо там є фактами. Але ці всі заведення, після всіх цих обращень, вони продолжають свою роботу, включая, допустим, случай, який був на семинарській, коли прийшла група депутатів Одесського городського совета, зимали комп'ютер, зимали системні блоки, зіставляли протоколи, все це знімалось на камері. Через два часа, коли я возвращалась дійсно, це заведення знову работало. Два часа. Звісно, є питання, к тому, хто проводив ці провірки. Необходимо далі, скажімо так, обращаться. Необходимо піднімати общественность, необхідно обращаться в средства масової інформції. Общественность піднялась? Ну, в первую очередь, мне кажется, потому что они были в Балаклавах, да, они были закрытые лица. Странно, потому что, насколько я помню, і у нас в городе, і в Україні запрещено делать Балаклаву, особливо при цих акціях. Правильно кажу? Да, у нас запрещено, безусловно, але коли люди видят безысходність, у них нет другого выбора. Я согласен, що дуже мало. Мало того, що я прочитав в циті, по фактам работаючих в угольних заведень, полиція уголовне производство не відкривала. То есть, якщо є фактами такого нападення, там разгромили... Нет заявителя для того, чтобы открыть. Секундочку, но полиция имеет право, если факты такие есть, разгромы этих... Ну, в всяком случае, это считается противоправными действиями, которые несут, возможно, уголосу другим жителям. Безусловно, но полиция имеет право проверить и законность работы этих заведений, если она уже... Знаете, в чём дело? Здесь многие юристы сходятся к такому мнению, что фактически предъявить этим спортомаркетам ничего нельзя, потому что они... Лотомаркетам. Спорта, лота, лотерея, трудно сказать. К этим казино фактически нельзя ничего предъявить по одной простой причине. Они фактически не занимаются противоправной деятельностью. Они дают человеку компьютер и выход в интернет. Что дальше делает пользователь? Ну, всё равно. Там есть какая-то хитрая система защиты вот этих взносов, этих вот выигрышей, выигрышей, проигрышей и так далее. Но фактически предъявить нечего. Они не производят эту игру. Они всё лишь дают компьютер. Вот можно ли как-то вот, наверное, в ногу со временем идти и принять закон, который уже учитывает и это? Наверное, можно. Наверное, нужно это сделать будет. Но просто действительно тем, кому это невыгодно принимать законы, вероятнее всего, что находятся в Верховной Раде. И законы, которые они принимаются, если звёзды зажигаются, это кому-нибудь выгодно. Значит, нет интереса к тому, что принять такие законы, чтобы прекратить или перекрыть эту... Легализация игорного бизнеса решит проблему? Думаю, что решит. Почему не принимают соответствующий законопроект? Потому что, наверное, возможности не будет. Хороших заработков у кого-то? Безусловно. Кто может на каком уровне прикрывать этот серьезный по оборотам бизнес? И если мы, предположим, кто этот человек, можем понять, кто это, кто виновник этих бед? Виновны, в первую очередь, мы правильно сказали, что виновны несовершенству нашего законодательства. Плюс, если действительно это всё работает, и есть заявления, есть народные бунты по этим фактам, пытаются поломать, выносят, громят это всё. И то, что возбуждается криминальное проваджение, я думаю, оно не будет доведено до логического конца. И будет делано формально, просто будет расследование проведиться. Ну вот, к слову, я не едино, что уже приводила этот пример. Минимум три раза наши корреспонденты приходили в одно и то же, в один и тот же лотомаркет, а по факту казино. Не могли купить билетов, которые там написаны, билеты лотереи Кена, их там просто не было. Вызывали полицию. И опять-таки через те же два часа все три раза заведение открывалось. Сегодня оно прекрасно работает. Знаете, что я хочу сказать? Вот я ехал на передачу и вспоминал, просто как они появились и какое количество их в городе, как они выросли. Они растут как грибы. На Таирово, там где были магазины, бары, рестораны. Сегодня Богдан Яганов говорил, что два года назад регистрировали, они посчитали порядка 87 заведений, сегодня их порядка более 200. Я помню. Были магазины книжные, были магазины мяса, то, что сейчас очень популярно, потому что цены на рынок зашкаливают, поэтому люди... Так они закрывались. А аренда на этих точках, там довольно-таки немаленькая. Довольно-таки немаленькая. На Чаемушках кафе закрылось, которое работало более 10 лет, и там появился огромный лотомаркет. И это же кафе «Осети» закрылось на улице Королёва. Напротив Киевской администрации, если вы помните. Вот про это заведение, как раз, и говорится Александр. Я просто совсем недавно, я не обращал внимания на то, что оранжевое появилось. Причем очень большой площади заведения. Я открыл, зашел, я был крайне удивлен. Просто я помню, кое количество там пациентов... Посетителей, конечно. Посетителей, да. Книжные магазины, да, я повторюсь, хлебные магазины. Очень много заведений. Посмотрите, какое количество их открылось, и все они работают. Но вопрос еще в том, что сегодня деятельность ЛОТО у нас тоже не лицензированная. Нет новой лицензии. Согласен. Так получается, что же у нас открывается? Даже ЛОТО у нас получается незаконно. Если нет лицензии. По сути, да. Будем так говорить, Алла, что... Старая лицензия аннулированная, новую не создали. Ведь ничего дела. Но будем говорить правду, ЛОТО там никто не торгует. И это правда. Вы видите выход из ситуации? И надо ли бороться с этими лотомаркетами? В таком виде, Боря, может продолжаться? В таком виде, однозначно, я считаю, что действительно нужно обращаться в национальную полицию. Действительно нужно обращаться в прокуратуру. Прозвучало мнение Фрастика о том, что нужно обращаться в ОБС. Мне кажется, законный путь прежде всего должен быть. Потому что так будет. Неизвестно что. Но бороться надо? Обращаться надо? Но только законным путем. Насколько реально бороться с законным путем? И сколько времени надо для того, чтобы очистить город от подобного рода лотомаркетов? Говорить о том, что сложно бороться с законным путем, конечно, все мы можем. Но я говорю, что необходимо добиваться, потому что справедливости, конечно, мало. Необходимо браться за это дело, действительно возбуждать криминальные проважения, добиваться возбуждения, расследования этого всего. В городском совете были целые группы, причем абсолютно разных политических сил, которые объединялись депутаты и ходили к главе нацполиции. Тогда еще лорд Кипанидзе, сегодня опять-таки Богдан Гиганов сказал, что они уже ходили. И к новому главе нацполиции. И что? И ничего. Ну, я сомневаюсь. Мы слышали Руслана Форостяка, у нацполиции нет законных методов для того, чтобы бороться с господорскую деятельность. Ну, я не уверен, что нет законных. Я думаю, что они есть. Думаю, что они есть. Просто мне странно, как депутаты городского совета, они смогли добиться того, чтобы руководство национальной полиции в Одесской области действительно проверило следование. Они приходили с картой нанесенных лотомаркетов по районам. Это все документировалось телеканалами. И никакого результата нет. Это был 2016 год. Это было два года назад. С тех пор ситуация увеличилась... Депутаты всех полиции. Более чем в два раза. Ну, то, что они не меньше стали, это значит, стало... Увеличилось в два... Более чем в два раза. Было воздействие, сейчас более двухсот. Ну, я очень часто еду по Таирово, вот и по Таирово, да, и очень количество огромное. Зашкаливает просто везде. Оранжевое. Я даже прочитал, почему вот мнение. Дабы посетители перестали реагировать на смену дня и ночи. То есть вот эта пленка оранжевая, когда заходишь... В любом казино нет окон и часов. А, к слову, по закону, должно быть 30% открыто стекла. Сейчас мы откроем. Да, даже здесь говорится. Сейчас мы откроем, да. Владимир, благодарю вас за то, что вы сегодня подержали этот разговор. Давайте будем пристально наблюдать и бороться с этой ситуацией, потому что... Но только законным будем. Ну, ладно. Только законным. Придется законным. Благодарим вас. Владимир Бухович, глава общественной организации «Антикоррупционное движение Юга» был нашим гостем. Уходим ненадолго, после вернемся в студию, продолжим работу. Но оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова